Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. И у вас все будет получаться. Великолепный шок получился, потому что пропорции подобрел правильно. 8 июня. День Карпа. Назван в честь святого Карпа, апостола из 70. Он был последователем и слугой святого апостола Павла. Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово и на острове Крити. Здесь он принял в дом свой святого Дионисия Ареопагита и видел Господа, явившегося ему в видении в то время, когда Карп просил его предать казни двух грешников. И слышал голос его, возгласивший, «Мучь меня еще, ибо я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей». В этот день обязательно отправлялись на рыбалку, так как считалось, что в этот день клюет Карп. В православной церкви сегодня почитали память Карпа. В народе Карп стал почитаться потому, что его имя созвучно с названием вида рыб. Карпа – сазана. Рыболовы молятся Карпу о хорошем улове. В этот день в дом приглашали печника, который осматривал печь и при необходимости делал ремонт. А после работы мастера обязательно угощали караваем. И еще один ломать Каравая сегодня обязательно клали за печь. Это делалось для того, чтобы покормить домового, которого побеспокоили во время печного ремонта. Вообще к печникам относились с большим уважением, поскольку от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме зимой. Сегодня ставили домашнюю посуду, горшки, плошки, подцветущие кусты шиповника. Считалось, что цвет шиповника помогает избавить посуду от неприятного запаха. Люди ценили время цветения шиповника и старались подышать его ароматом для укрепления здоровья. Что касается садовых работ, то сегодня можно удалять ягоды крыжовника и черной смородины, если они поражены огневкой. Приметы. Сегодня много комаров, последняя декада июня будет теплой и, возможно, дождливой. Хороший урожай щавеля к теплому лету. Старину говорили, что сильный рост на карпа к хорошему урожаю. Валентина написала, что делать, когда хочется бежать, когда страхи откуда убежать, или остаться, или лечиться, а вы что делали, как вы излечились. Я как-то на эту тему уже говорил. И, опять-таки, дело не в излечении, а дело в понимании, откуда эти страхи идут. Вот сели и рассуждаете, почему вы тут что-то боитесь, чего вы боитесь, что за этим будет. И когда вы разберетесь, весь этот страх разложите для себя, вы тогда поймете, пугаться или не пугаться, а скорее всего, какие действия надо применить в том или ином случае. Ну, грубо говоря, вас хотят убить. Страшно. Вас хотят убить. Что делать? Значит, ну, грубо говоря, из дома не выходить. Второе. Вооружиться. Третье. Образиться в органы правопорядка. Вы уже будете понимать, вы уже будете готовы к этому страху. И это будет страх, или же это будет что-то другое. А так вы чего-то там боитесь. Вот когда вы разберетесь, что вы именно боитесь, и к чему это может привести, и что надо сделать для того, чтобы этого не было, вы от этого страха избавитесь. В свое время у меня, ну, будем так говорить, там, страх темноты, страх еще там чего-то был. С детства так и такое. Так вот я, когда работал водолазом, на спасательной станции, я как раз лазил за утопленниками. В Северском Донце глубина небольшая, метра три-тире, ну, шесть там, ну, это. Видимость возле дна. Никакой видимости нет. Ты работаешь на ощупь. Вот так вот плывешь ластами и руками по дну. Опа! Наткнулся на утопленника, хладного или теплого, схватил трос страховочный, дергаешь трос, и тебя поднимают, а ты его там держишь. Многие, многие водолазы и спасатели, которые со мной работали, боялись этого делать. Потому что какая-то, ну, не то что неуверенность, что там может быть. Не то, что что-то тебя схватит. Но когда ты погружаешься в абсолютную темноту, еще, знаете, так вот ты плывешь, а тут, допустим, берег, а тут освещено, и ты с освещенной, стороны попадаешь в темную, и получается такое впечатление, что на тебя надвигается нечто. Темное, огромное, которое сейчас тебя схватит. Но ты, ты в уме. Что, понимаешь, этого не может быть, ты это перебарываешь. А если ты этого не перебарываешь, естественно, ты выскакиваешь, как пробка. И больше в эту воду ты не... Не знаю, какие деньги не от тебя, это самое... Не закинуть, чтобы ты там кого-то там искал. Одно дело, вот это вот дайвинг, когда ты там все видишь, а другое дело, когда ты вот так вот ищешь. Поэтому вы для себя вот как-то все это дело сядьте в страхе. Они требуют, мы говорим, анализа. Анализа, и на основе анализа какие действия вы предпринимаете. И тогда все будет нормально. А в противном случае что-то вас пугает, что-то там вы боитесь, и прочее, и прочее. Кстати, а лекарства тут никакие не помогают. И бежать никуда не надо. Кстати, я ответил, побегайте и попугайтесь. Это хороший опыт. Потом поймете, а стоит ли пугаться вообще. Есть ли для этого основания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!